Виталию 64 года, три из которых он находится в состоянии борьбы за здоровую и полноценную жизнь. В марте 2019 года он перенес первый ишемический инсульт. После пациенту было проведено оперативное вмешательство – удаление атеросклеротической бляшки из правой внутренней сонной артерии. Повторный ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии – диагноз, которым пациент попал в неврологическое отделение медико-санитарной части Казанского Федерального университета уже в 2022 году. У него остро разрелось онемение и слампы с левой верхней конечности. Пациенту было проведено обследование, проведена компьютерная ангиография сосудов головного мозга, ультразвуковое исследование, по результатам которого диагностировано повторное стенозирование оперированной правой внутренней сонной артерии бляшкой до 80%. Плановое оперативное вмешательство стентирования правой внутренней сонной артерии было запланировано на ноябрь 2022 года. Однако 15 октября Виталий отметил усиление головокружения и онемение левой верхней конечности. А еще через три дня вызвал бригаду скорой помощи, после чего он был госпитализирован. Пациент был проконсультирован совместно с неврологами, сосудистыми хирургами, был выявлен высокий риск вмешательства. И так как его операция уже не могла быть отложена, потому что он повторно поступил по неотложным показаниям, было принято решение все-таки его уже не выписывать, переводить в отделение сосудистой хирургии и проводить неотложное оперативное вмешательство на сонной артерии для восстановления кровотока в ней. Виталий был успешно прооперирован путем имплантации стенда в правую сонную артерию, которая была критически поражена. По словам специалистов, во время вмешательства осложнений не было, неврологического дефицита не наблюдалось. В общем-то операция прошла успешно, было проведено специальное исследование до вмешательства и после вмешательства, которые подтвердили, что кровоток полностью восстановлен в правой сонной артерии, тромбатические массы, они были зафиксированы, использовался специальный стенд с двойным сплетением, который как раз-таки для таких сложных поражений применяется, для того, чтобы не было дислокации тромбатических масс и атерогенных масс дальше в сосуды головного мозга. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булата Шарафуддинова, пациент находится на контроле. После выписки специалисты униклиники КФУ будут наблюдать за проходимостью артерии из стента, который был имплантирован. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.